А это Добров в эфире. Начнем с геополитических подарков к новому 2020 году. В Сочи на традиционном совещании с руководством Минобороны и предприятия ОПК президент Путин заявил, Россия готова незамедлительно продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий. Договор закончится в феврале 2021. И это последний ключевой договор по сдерживанию ядерного оружия после того, как США вышли из ДРСМД. Трамп тянет, скорее всего, надеется заключить новые мирные договоры к президентским выборам. И не только с Россией, но и с Китаем. Для американцев традиционно внешняя политика это просто инструмент политики внутренней. Эгоистические Штаты Америки. Но остальной мир, конечно, колбасит от перспективы остаться между нескольких крупных игроков с ядерными ракетами и без каких-либо гарантий их неприменения. Вроде как все политические лидеры здравомыслящие люди априори. Иначе бы они не занимали свои посты. Но кто-то же начинал все эти бесконечные войны в прошлом. На данный момент ситуация выглядит так. Путин предлагает вернуться к статус-кво, к договорам. А Трамп их разрушает. Причем перспективы новых очень туманы, потому что Китай не хочет ничего подписывать. Порядок против хаоса. Мы эльфы, а не орки. А посередине куча дезориентированных европейских хоббитов. Они дезориентированы, потому что понимают, Путин против хаоса, за порядок. Но это не тот порядок, в котором они жили раньше, плотно нанизанный на четырехлучевую звезду НАТО. Они терпели эти острые лучи в своем организме? Потому что существовала старая добрая система США, оплодотворяют их экономику своим финансовым семенем, взамен за защиту от русских, которые мечтают возродить союз советских эльфийских республик и пожрать все, что у них отняли в 91-м. Маленькие, вкусные, привалтийские республики. Ну а теперь Трамп предложил им намного более унизительную конструкцию этого четырехлучевого шашлыка. Евросоюз резко увеличивает свои платежи в бюджет НАТО. США резко их сокращают. И при всем этом, штаты больше не могут быть гарантом безопасности, потому что у русских, понимаете, появилось новое оружие. Так, в среду помощник госстаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил прямо. Соединенные Штаты на сегодняшний день не имеют аналогов современных разработок в области систем доставки ядерного оружия, которые ведутся в России. Значит, Европа превратилась из щита в мишень. В такой обстановке проводить юбилейный саммит НАТО было плохой. Плохой идеей, тем более, что параллельно лондонскому саммиту Путин проводил в Сочи совещание по модернизации российского ВМФ. Рассказывают Леонид Кетрарь и Анна Елисеева. Учение «Океанский щит» – одни из самых масштабных за всю новейшую историю страны. Больше 10 тысяч человек, 70 кораблей, десятки самолетов. Именно пуски «Калибров» по базам боевиков в Сирии из Каспийского моря в 2015 году возвестили о закате монополия авианосцев США на Мировой океан. Что касается группировки стратегических неядерных сил ВМФ, то ее основу составляют корабли-носители высокоточного оружия большой дальности «Калибр». Эти ракеты, как известно, способны поражать цели на расстоянии до 1500 километров. При этом выполнение заданий ГПВ позволит до 2023 года увеличить их количество более чем вдвое. А появление противокорабельной ракеты «Циркон» подводного аппарата «Посейдона» гиперзвукового кинжала создали новую реальность не только для США, но и самого мощного военного блока в мире – НАТО. И если в 2014-м Альянс вышел из Совета Россия-НАТО, то в 2017-м контакты возобновились, а генсек блока Столтенберг начал раздваиваться. На этой неделе его одна половина заявила о том, что верит в диалог с Россией, в то время как другая продолжала считать нашу страну агрессором. Мы не раз выражали готовность к сотрудничеству с НАТО, проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам, а в их числе, как известно, международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения. Но у Североатлантического альянса есть дела поважнее, дележка бюджета. Правда, большинство стран не понимают, от чего вообще нужна защита. Сирия военных совещаний с участием президента России Владимира Путина недаром... Почему не привезла? НАТО как есть, так и будет единым монолитом, в который входят более 40 государств. А, кстати, как там ОДКБ? Почему в ОДКБ нет новых членов, а? В то время как в НАТО не так давно вступила Черногория, и опять Путин гонит свои ракеты вместо зарплат и пенсии. И об этом уже говорят сами россияне, об этом еще поговорим. Сейчас Добров в эфире, ну, точнее, Зло в эфире, или, как я еще это называю, программу Добров в Чифире. Да, вот о чем мы поговорим, кстати, будет ровно 5 тем, не 7, как раньше 5. Поэтому и Добров, а не Киселев или кто-нибудь еще. Убийство чеченца в Берлине среди белого дня в самом центре немецкой столицы произошло убийство чеченца с грузинским паспортом. Прокуратура и полиция Германии впервые в современной истории столкнулись с заказным убийством и откровенной расправой над чеченцами, живущими за границей. Около здания Рейхстага в парке Тигариан некто велосипедист подъехал сзади к мужчине, который шел на пятничную молитву и выстрелил в жертву из пистолета в спину, а потом добил его контрольным выстрелом в голову. Это была своеобразная казнь чеченца, грузина и прямо в центре Европы. Киллер после казни снял парик, бросил свой велосипед в реку Шпрее вместе с оружием-пистолетом фирмы Глок. Затем он попытался сбежать на мопеде, но полиция его сдержала. Задержанному 48 лет, он гражданин России и родом из Сибири, зовут Вадим. От показаний он отказался. Жертва расправа россиянина, 40-летний теченец из Панкирского ущелья, некто Залимхан Хазаншвили. Он был полевым командиром во время Второй Чеченской войны. Воевал рядом с самим Шамилем Басаевым и Асланом Аскадовым. Под его командованием было 60 бойцов. В 2008 году под его отрядом собралось более 200 головорезов для участия в русско-грузинской войне на территории Южной Осетии. В 2016 году Залимхан приехал в Германию, после того, как в 2015 году в Тбилиси по его автомобилю стреляли несколько раз. У Залимхана осталось пятеро детей, которые будут теперь точать зуб на Россию и будут являться кровниками российской власти. И готовы в будущем мстить этой самой власти путем как убийств, так и террористических, естественно, других методов. За смерть своего папы. Залимхан в 2017 году просил немецкие власти взять его под охрану. Но в этом ему было отказано. Как мы видим зря, прокуратура Берлина, которая занималась расследованием убийства Залимхана, сообщила в дольше вылет, что убийство было заказным. А сам убийца Залимхана, по другим данным, не Вадим, а Сергей С. из Сибири, никто иной, как агент российских спецслужб. Возможно, Вадим это был его оперативный псевдоним. Ибо его имя назначилось в документе на получение немецкой визы. Но это самое документы отсутствуют в российских базах данных. Более того, паспорт убийцы Залимхана указывает на тот отдел МВД, который уже выдавал документы с Салцберецким, Чепиги и Мишкину, Петрову и Баширову. Таким образом, нет никаких сомнений, что в центре Берлина Россия, как государство, при помощи своих спецслужб и, возможно, наемных убийц, из главного разведывательного управления устроила бойню в центре немецкой столицы. История получила продолжение, и Меркель выслала российских дипломатов, ибо те препятствовали расследованию. Она сама заявила, что пошла на выслуку российских дипломатов, ибо увидела, что Россия всячески мешала, а не помогала расследованию убийства. Ведь это их гражданин, подозреваемый, ну их в смысле России, в заказном убийстве. Меркель также намерена поднять вопрос о спецоперации ГРУ в центре Берлина на встрече с Путиным. На момент записи программы уже она этот вопрос подняла. Тут сразу у меня несколько мыслей. Во-первых, по существу Россия действительно имела право уничтожать террористов, где бы они ни были. Но с другой стороны, решая одну проблему с террористами и терроризм, российские спецслужбы не должны создавать для России новых проблем. Это же какими же непрофессионалами надо быть, чтобы чеченского террориста не ликвидировать с первой же попытки. Причем не в горячей точке, а в центре грузинской столицы еще тогда, в 2016 году. Но нет, объект тогда ушел. Объект тогда ушел, и пришлось его снова выслеживать. Затем я понимаю этот принцип неотвратимости наказания для врагов России. Но реально, зачем вот сейчас, вот ровно сейчас, перед нормандской встречей, его надо было ликвидировать. Ну, нормандская встреча уже прошла, но я решил ее не касаться. Вы и так все узнаете из сообщений от других СМИ. Так вот, к теме чеченских войн прошло 20 лет. С войны в Грузии 10 лет. Ну, не машут кулаками после драки. А что теперь? Ну, гороу ликвидировали одного террориста. А теперь у нас снова будут плохие отношения с Германией. Не тебе турбин Сименс новых в Крым, не новых поездов Сапсан. Возможно, даже Северного потока-2 теперь не будет. Не говоря уж про машины из Германии в Россию, которые падут под санкции и контрсанкции. Ущерб экономики гигантский. И он превалирует над вопросами национальной безопасности здесь, в этой истории. И все ради ликвидации одного террориста. Тьфу. Ну, хорошо. Господа разведчики, диверсанты, собрались вы его ликвидировать, Зелимхана. Но могли бы сделать это и более профессионально. Что это за киллер-велосипедист, который потом еще и сдался полиции? Дикий, вопиющий непрофессионализм горелушников. Вот утитесь у МИ-6. Те грохнули принцессу Диану в тоннеле в Париже. И все, никаких улик. А тут в Берлине даже оружие, из которого стреляли то ли киллеры, то ли агенты ГРУ, полиция смогла поднять и приобщить к делу. Про паспорта я вообще молчу. Въезд должен быть из третьей страны, а не прямо из России. От штаб-квартиры ГРУ до аэропорта. Пора бы это уже прекратить. Над этим все остальные ЦРУ, СБУ, МОСАДы мира смеются. Причем, заметьте, когда Путин находится не в Москве, а в Сочи, чекисты обычно распоясываются. Там, ну, на Лубянке, на Хорошаевском шоссе, где штаб-квартира ГРУ, неважно. В общем, одним словом, чекисты устраивают, распоясались и устраивают диверсии. Слева направо, справа налево, когда Путин в Сочи. Как в самой России, так и за ее пределами. Мне кажется, что еще один провал России в том, что, наверное, некто Сергей Эс не был кадровым диверсантом, а просто был наемным киллером. И его наняли как раз-таки ГРУшники. Только в России могут террориста попробовать уничтожить при помощи наемного киллера. Вот вдумайтесь в это. Это какая-то гоп-стоп-психология российских спецслужб. Россия пытается мстить чеченцам из-за бугра за их террористическую деятельность 20-летней давности в прошлом. И в результате сама действует как террорист, устраивая бойню в немецком парке в немецкой столице. И теперь с нее за это жестоко спросит, ну, уже постфактум спросила, Меркель на встрече с Путиным в нормандском формате. Вот тебе и контрольный выстрел в голову самой России. Увы, Путин подписал указ, позволяющий признавать граждан своей страны иностранными агентами. Он расширил список средств массовой информации, которые могут признаваться иностранными агентами в России. За печеньки госдепа в кавычках теперь иноагентам станут не только юридические, но и физические лица. Вот получаешь ты, например, доход от рекламы на ютубе или в фейсбуке. Я не получаю, у меня другие средства финансирования. Гранты, гранты. Уже фига к тебе собственное правительство будет относиться не как к своему гражданину, а как к иностранному агенту, вражескому резиденту, шпиону и предателю Родины. И в этом плане у нас раскрывается вся суть мировоззрения Путина. Если ты, например, сотрудничаешь с каким-нибудь западным СМИ или просто печатаешь или распространяешь их правдивую информацию у себя в России, то для Путина ты уже не гражданин, как он считает его страны, а враг. А значит с тобой можно делать все, что угодно за рамками Женевской конвенции по правам человека. Если ты слушаешь, читаешь, смотришь западные СМИ, хотя бы один репортаж, хотя бы одну статью, то по новому закону ты чуть ли не самый главный и опасный враг России. Теперь по новому закону власть простых людей, да, а не какое-нибудь ОАО или ЗОО будет делить на своих и чужих, на законодательном уровне. Да это же массовая сегрегация населения. Вот что такое закон об инагентах в России. Путин намерен бороться с блогерами. Это закон против блогеров в том числе. Таким вот образом, так вот лица, которые будут признаны иностранными агентами, обязаны будут учредить юридическое лицо до 1 февраля 2020 года. Но я думаю, что если бы это было бы целесообразно, то без всякой указки сверху физлицо давно бы могло зарегистрировать свое юрлицо. Нет, это сделано специально, чтобы те, кто не смогут зарегистрировать юрлицо или платить с юрлица налоги, они нарушили закон. То есть в самом законе об иностранных агентах уже подразумевается, что его будут нарушать. Физлицо, оно на то и физлицо, что не может регистрировать по своим причинам юрлицо. А то тебя обяжут это сделать. Под определение иноагентов будут подходить физлицо, которое распространяет материалы для неограниченного круга лиц. То есть, к примеру, вот вы сидите в кафе с друзьями и делитесь новостью от Deutsche Welle или от News.ru. И вы уже, по новому закону, иностранный агент, враждебный элемент, вражеский ГБшный представитель. А какой-нибудь бармен в этом кафе возьмёт и позвонит куда следует. И всё, вас заметут. Ведь вы нарушили закон об иноагентах. Да? Внимание только за упоминание в разговоре с друзьями про западную, про западные СМИ, например, про немецкую волну. Или BBC, или CNN, смотря что вы там смотрите или читаете. Теперь каждый, кто стримит, то есть ведёт прямые трансляции в сеть, или, как я выкладываю в видео, а должен будет указать, что он иностранный агент, шпион и работает на другое правительство, другой страны. В случае с бьюти-блогерами, это, конечно, будет забавно. А вообще ситуация страшная. Этот закон, подписанный президентом, развязал и так незавязанные руки правоохранителям. И теперь уголовные дела потекут рекой. Теперь всё будет обстоять дела так. Вы помните, как стиляк СССР, которые шли по улице в какой-нибудь джинсовке, какой-нибудь комсомольский отряд, или нахлобучил за это, за их западные прически и западные джинсы, либо отводил в милицию. Нечто подобное будет и сейчас, но с поправкой на век все-таки 21-й. Идёшь такой по улице, а к тебе предстаёт какой-нибудь ДНД, или ППС, или как они там будут называться, или же православные активисты, неважно в данном контексте, и попросят твой телефон. И вот если найдут в твоём телефоне приложение, например, от BBC, но BBC News, то всё, уже пойдёшь, так сказать, под административку, и тебя заставят юрлицо регистрировать, чтобы с этого юрлица платить ещё дополнительные народы. Страшный, действительно страшный, репрессивный закон. Полиция в Москве уже это делает, просит граждан проверить содержимое своего телефона. Теперь уже не паспорт вы будете показывать в центре Москвы приезжие, а свой телефон. И если раньше полиция не имела права карать закромолу в вашем смартфоне, то теперь будет иметь такое право по новому закону об иноагентов, если ты не зарегистрировался, как иностранный агент. А если зарегистрировался, то с тебя жёстко спросят уже ФСБ, а не в МВД. Шаг влево, шаг вправо, расстрел по новому закону, который подписал наш президент. Истинный диктатор и самодержа, чекист, который давит свободу слова в России. ФСБ и другие хотят ограничить доступ граждан к западным СМИ. Но посмотрим, как у них это получится. Приговор Жукову, приговор России. Тут картинок нет больше. То есть картинки здесь есть, только из титра. Итак, приговор Жукову, приговор России. Жуков получил три года условно. Вся Россия получила три года условно за свои преступления. Кузнецкий районный суд Москвы вынес приговор фигуранту московского дела студенту высшей школы экономики Егору Жукову. Ему дали три года условно сложившимся в России басманном правосудии. Это можно засчитать как оправдательный приговор. Хотя до Юра этот самый приговор-то обвинительный. Егора отпустили из-под домашнего ареста и он уже вышел на свободу. Правда, есть одно но. Ему запретили вести свои блоги на Ютубе. Да, у нас в России теперь суд может запретить гражданам посещать свои и чужие сайты и блоги, что лишний раз свидетельствует о том, что приговор России неутешительный. В России все насквозь прогнило. А так как Егору Жукову запретили внимание через суд посещать Ютуб, в принципе теперь ясно за что же его хотели посадить-то, собственно говоря. Не за протесты в Москве, не за то, что ударил там ОМОНовца, а за свой блог на Ютубе, в котором Егор четко и ясно показывает, как силовики мочили дубинками студентов на акции протеста этим уже давно ушедшим летом. но летом в наших сердцах просите за эту фразу. Слишком пафосно звучит, но я вынужден это сказать. Ну и вишенка на торте. Егора на самом деле задержали за то, что, как я считаю, за то, что он пострадал, за его ролик, дальше цитат, цитат, название ролика, Гидра Путина, тире внутри российских спецслужб, где Егор четко и ясно обосновывает ненужную конкуренцию силовиков ГРУС СВР, вычисшую за пределы своих полномочий ФСБ, ну и в общем все остальные преступления силовиков. Плюс их, мягко говоря, неэффективную работу из-за конкуренции ведомств, при которой, правда, Путин смог усидеть 20 лет на посту президента. Страны, решая проблемы СВР, ГРУ, ФСБ, МВД и СКР, стравливая их друг с другом. Вот за это Егор и пострадал, а не за митингом. Ответочка от спецслужб пришла Егору незамедлительно. Его арестовали по доносу экспертов ФСБ в лучших третиях сталинского ГУЛАГа 37-го года некто экспертов ФСБ Коршакова, которого от внимания ФСБ привлекли как эксперта, чтобы посадить Егора за экстремизм. Со слов этого в кавычках независимого эксперта, хотя на самом деле он и его ведомство главных бенефицара ареста Егора. Так вот, с его слов была проведена экспертиза ФСБ блога Егора Жукова на Ютубе. Так что, кто говорил, что за репосты на Яндексе и ВК сажают, а в Гугле и на Фейсбуке нет, то ошибаются, сажают еще как в России. Пусть пока и условно. Так вот, честная и главная независимая экспертиза в кавычках ролика Егора на Ютубе о преступлениях ФСБ выявила, что бы оно могло там выявить, догадайтесь с тех раз. Это независимая экспертиза от ФСБ ролика Гидро ФСБ. Правильно, экстремизм. Со слов экспертов ФСБ Коршенкова, студент создает отрицательный образ нынешней власти, приписывает ей враждебные действия. А что, вот в Берлине это не было враждебное действие, да? Оскорбляет ее и хочет нанести вред. Но помолчим, что суд должен привлекать априори независимых от слова реально независимых экспертов, а не экспертов погодов, которые хотят засадить Егора любой ценой и имеют на него зуб. Но еще раз, но семь, внимание, семь докторов и кандидатов филологических наук заступили из-за Егора и не нашли в его роликах ничего, что попадает под статью 282 экстремизм. Более того, со слов докторов филологических наук, сам эксперт от ФСБ Кошаков манипулировал словами Жукова, вымаривал фразы из контекста и приписывал Егору выдуманные самими чекистами самой ФСБ противоположные значения и содержания роликов блогера Егора Жукова. Ну, нонсенс же. Представьте себе где-то в загнивающей пиндосе ФБР арестовывает какого-то блогера за его видеоролик. Не за его действия, а за его видеоролик. Такого и быть не может. К тому же тут два в одном, может даже и три в одном. Егор Жуков слишком неудобная фигура для властей, для спецслужб. Во-первых, он критиковал спецслужбы России. Раз. Участвовал в митинге. Два. За что и пострадал от рук ФСБ. Но еще же Егор и студент высшей школы экономики единственного высшего университета в Москве, а то по всей России, в котором преподаватели отчаянно бьются за своих студентов, если те попали под каток точных репрессий со стороны ФСБ. А в лице Егора ФСБ хотело как бы опосредованно припугнуть и задавить студентов и преподавателей высшей школы экономики. И высшая школа экономики это вам не МГУ, где за протестные акции не только отчисляют студентов, а еще ректор самых сажают в местное ОВД. такие прецеденты уже были. Студенты и преподаватели высшей школы экономики действуют как истинные студенты и преподаватели, как должны действовать все остальные студенты и преподаватели. Они выходят на многотысячные акции протеста, вот они уже в поддержку самого Егора Жукова. Каждый студент и преподаватель понимал, что если посадят блогера Егора Жукова, то потом посадят и его или ее. Глядя на это, в поддержку Егора вышли и студенты других вузов, естественно. И вот вся эта колонна пошла так сказать восстанавливать правосудие своими руками к зданию Кузнецкого районного суда Москвы. Крича это не сурд, а абсурд и это приговор всему поколению нынешних студентов от рук ФСБ. И у нас получилось Кузнецкий районный суд Москвы отпустил Егора. Он суд дорестанул перед толпой и теперь чекисты уже готовят наезд на сам вуз, на саму высшую школу экономики. Расправляюсь, пытаясь расправиться с ней. Ведь если бы учился Егор Жуков, учился бы в МГУ, то его бы давно уже отчислили, а высшка нет. Она бьется за своих студентов с властями только через давление на суд в России возможно реальное, а не басманное правосудие. Власть хочет и дальше судить молодых людей, власть хочет и дальше совить всех студентов за их взгляды, за то, как они какие-то даже трусы носят. Но студенты показали, кто здесь настоящая власть, студенты в первую очередь высшей школы экономики, ну и остальные студенты Москвы, которые вышли в поддержку Егора тоже. И преподаватели. Вот многочисленная толпа, да. Так, сейчас мы посмотрим, сколько у нас там по времени. 32. в Петербурге прошли массовые сдержания московских фанатов Спартака на фоне их ожесточенного конфликта с Артемой Дюбой. Кое-что вышло за пределы футбола. Поэтому в нашей политической аналитической часовой программе подробно про это поговорим. Итак, конфликт начался летом 2015 года тогда у Артема Дюбы истек контракт с Спартаком и он перешел к главному конкуренту Спартака к Зениту в Санкт-Петербург. В связи с этим президент Спартака Леонид Федун заявил, что Дюба за копейки удавит родных и что он нарушил свое слово о том, что никогда не придет в стан сине-бело-голубых. И как итог того трансфера московские болельщики Спартака посвятили Артему оскорбительной кричалке, которая так символизирует наш спорт и политику Дюба шлюха ла-ла-ла-ла-ла и давай-давай Дюбу матом посылай. Из-за этого, из-за того, что Дюба как ни крути воспитанник московского Спартака нападающего не принимали к себе многие к себе близко к сердцу многие зенитовские болельщики. В глазах болельщиков зенита он предатель. Он предал свой родной клуб, за который выступал. И даже тот факт, что в составе зенита он стал чемпионом России, не смог повлиять на отношение болельщиков к нему. Артем поделился Артем подался в разборке с болельщиками и назвал их, цитата, сектантами. А в нашей высокодуховной, высокоправославной державе слово сектант чуть ли не оскорбительнее всех остальных матных слов сразу. 19 ноября 2019 года на матче с Сан-Марина-Россия часть российских футбольных фанатов скандировала с трибун Дзюба ты нас слышишь? Иди нахрен. После матча генсек, а есть такой РФС Александр Алаев обещал установить личности оскорбивших игрока сборной России и добиться для них запрета на посещение матчей сборной на Евро 2020 и даже успешное выступление на чемпионате мира 2018 года Дзюби не помогло от нападок болельщиков. Несмотря на громкие слова генсек РФС Алиев так и не смог или не захотел наказать матерчинников из стана Спартака. А мы все знаем кто на самом деле скандировал на матче сборной России против сборной Сан-Марина Дзюба пошел нахрен. И конечно болельщики Спартака сами виноваты. И вполне заслужили даже матча без зрителей на своем стадионе. Но такого наказания не последовало. И болельщики Спартака 24 ноября на матче с Уралом вновь продолжали скандировать Дзюба Дзюба иди нахрен. Но почему-то РФС с РПЛ предпочитают наказывать сам футбольный клуб за его болельщиков а не болельщиков футбольного клуба которые здесь сами виноваты без участия клуба. Но РФС и РФПЛ просто не хотят видеть на матчах пустые трибуны. Хотя тут надо было так поступить. И в итоге Спартак выплатил 100 тысяч рублей. Опять-таки здесь не вина футбольного клуба Спартак. Здесь вина болельщиков Спартака и низкой их культуры. Но штраф не помог. В воскресенье 1 декабря конфликт с Дюбой перерез из чисто футбольного в политический. За сутки до матча Зенита с протоколом в Санкт-Петербурге начали массово задерживать спартаковских болельщиков. Здесь задерживали как виноватых тех, кто дебашировал и орал Дюба пошел нахрен. И тот кто просто мирно шел на матч с Зенитом. Позже так и вовсе начался полицейский беспредел в культурной столице. Полицейские и сотрудники центра МВД бывший УБОП не давали встретить спартаковским болельщикам родную команду на въезде в город. Это раз. Задерживали болельщиков в барах и около станции метро. Это два. При задержании вполне мирным болельщикам объясняли, что они задержаны в избежании беспорядков. Всего было задержано 200 болельщиков Спартака. Обращаю ваше внимание, что вот эти болельщики Спартака в основном ничего не нарушали. При этом в матче в Петербурге при этом среди болельщиков были дети и инвалиды, которые никак не могли хулиганить в Петербурге и на их зенит бакланарине за миллиарды долларов, которые построены. И вместо матча те болельщики Спартака, кто не нарушал ничего и даже не оскорблял Артему Чубу, но уже купил билет на матч Зенита и Спартака, был вынужден отправляться в КПЗ. В Петербурге устроили настоящую диктатуру, сама того не ведая. Дюба при отмашке губернатора Санкт-Петербурга Беглова, который прославился жестокими мерами, Артем спровоцировал репрессии для болельщиков от Центра Э, ГУВД, МВД по СПБ. Причем надо четко разделять официальное наказание от РФС, которое могло быть в данном контексте предъявлено болельщикам Спартака от того, что у тебя ну как билеты на матч, ты приехал в Петербург, потратил солидные деньги на матч, ничего не нарушал, а тут тебя берут под белые ручинки и кидают в КПЗ. за что? За то, что ты болельщик Спартака, при этом это вовсе не означает, что болельщики Спартака в конфликте с Артемой Дюбой не виноваты, виноваты, но накажите их, проведите один домашний матч Спартака с продажей билетов, например, только на гостевой сектор, или вообще запретите, или вообще проведите один матч без зрителей, но на тем же болельщиков Спартака на матче Зенита со Спартаком, в котором они имели право пройти на трибуну, бросать их в КПЗ, они же уже купили билеты на матч, вот вопрос, полное попустительство РФС, РПЛ наблюдается в этом вопросе, а точнее непонимание кого и как надо наказывать, а не стричь бабло с клубов, ведь ни за что в Питере пострадали болельщики Спартака, болельщики Спартака виноваты в конфликте с Артёмом Дзюбой, но надо чётко разделять сам конфликт от того беспредела, что творил в Петербурге с болельщиками Спартака, но бросать болельщиков Спартака в КПЗ за скандирование Дзюба иди нахрен, это довольно жестокое наказание, согласитесь, должно, ведь наказание должно соответствовать содеянному, а тут под предлогом матерящихся на Дзюбу спартаковских болельщиков власти Санкт-Петербурга и Центр-Э решили провести настоящую силовую операцию против футбольных фанатов, такого не было с 2009 года 10 лет, и что мы имеем в итоге? Да, Спартака виноваты, однако приклеваясь тем, что ничего хорошего на трибунах нельзя сейчас услышать про власть от футбольных болельщиков, которые в основном поддерживают оппозицию и оппозиционных лидеров, питерские менты решили прессануть футбольных фанатов, более, еще раз назову эту цифру, более 200 задержанных, но это еще не вся история, дальше начался флешмоб. Болельщики на 30-й минуте различных матчей различных клубов РПЛ уходили с трибун, добровольно лишая себя футбольного зрелища в поддержку 200 невинно осужденных спартаковцев, арестованных в Санкт-Петербурге, и действительно им было не до футбола сейчас, когда происходит массовое задержание футбольных фанатов из-за их политических взглядов. Полельщики Спартака надо быть более таллинатами, но перешел и перешел Дзюба в другой клуб, и что, не надо было его материть и оскорблять на матче сборной России против Сан-Марина, сами же и попали под каток репрессивного государства. Деньги за футбольный матч вам никто не вернет. Вы как были в КПЗ, так и останетесь в КПЗ, даже если выпустили, вы останетесь в ментальном КПЗ. Дзюба, что касается Артема Дзюба, ну да, но стучал он на вас футбольному и нефутбольному руководству. Ну, и что в итоге, а в итоге, зачем я это все рассказываю? В случае с Артемом Дзюбой, РФС, РФПЛ нашла поводы введения фан-айди по спотов болельщиков уже не на матче сборной России, а на матче рядовых клубов чемпионата России со следующего сезона. И это будет весомый аргумент истории Дзюбы для введения фан-айди на матче РПЛ с сезона 2020-2021. И футбол уже будет не так доступен. Так что вот думайте, спартаковские болельщики своим мозгом. Не надо материть, но перешел, перешел, да, обидно, да, скандировали там матные слова прав, Артема. Ну что ж, теперь, в футболе это же обычная практика, люди переходят на другие футбольные клубы, а вы подставили всех остальных болельщиков фактически, хотя другие болельщики вас поддержали в вопросе незаконного задержания властей. вот такие вот такие вот истории. Так, идем дальше. Число желающих изменить Конституцию. Ага, сколько у нас есть времени? слишком много на дюбу ушло, да, конечно же. Число желающих поменять Конституцию у россиян стало больше в полтора раза. Есть известная формула Конституция это наша русская проституция. И вот некоторым россиянам, а их 44% надоело жить, так сказать, в борделе в кавычках и нашего конституционного права, которое никогда нашим властям нашего который никогда наши власти не соблюдали. Ни Путин, ни Ельцин не соблюдали Конституцию в полном объеме. Кстати, в прошлом году количество россиян, которых хотят изменить Конституцию было больше 66%, а сейчас дух резко снизилось. Меньше половины россиян 43% считают, что Конституция определяет жизнь в стране. Также почти половина россиян 47% считают, что Конституция, которая нам досталась кровью и потом октября 1993 года не помогает увозвращать права рядовых граждан. В России всегда сила, силовики превалировали над юриспруденцией и законом, а как следствие и над Конституцией тоже. Что же хотят поменять россияне? В Конституции прежде всего они хотят тех поправок, которые позволили бы улучшить их жизнь, чтобы все в главном законе страны было бы для людей, а не для чиновников. В Конституции надо резко повысить заботу о пенсионерах и улучшить социальную политику в целом. Правда, увы, это не определяет Конституция, ибо Конституция это в первую очередь документ о основных основах государственного строя. Какая разница, что при коммунистах условно пенсия маленькая, что при демократах. это не Конституция решается, а экономикой. Какие пенсии, зарплаты у людей, а вот Конституция это как раз по то, что у нас, что у нас, собственно говоря, коммунизм или капитализм. Увы, для многих россиян второе. На втором месте, чего хотят изменить россияне в Конституции, чтобы у всех была хорошая стабильная зарплата и пенсии, ну прям утопия. Чтобы было больше прав у простого народа, как в Америке, надо улучшить качество медицины, бесплатное образование, но в Америке, кстати, оно платное. Нет, я, конечно же, за двумя руками таких поправок в Конституцию, но ну вот запишешь ты в Конституцию и это уже там есть, что каждый имеет право на бесплатное достойное образование. Кстати, а в Конституции есть, а бесплатного достойного образования в России как не было, так и нет. Для этих изменений в Конституции чиновники должны строго соблюдать не то, что уголовный кондекс РФ или всю ту же Конституцию, а просто даже рядовой подзаконный акт. Чтобы были хорошие врачи и учителя, надо прививать чиновникам уважение к закону и карать даже не столько за коррупцию, а как раз за нарушение именно основного закона Конституции. Но пока что у нас нет статей Уголовного административного кодекса за нарушение Конституции, Российской Федерации. Но у нас есть только за свержение Конституционного строя. Вот так дальше. И вы будете жить в нищете. и чтобы изменения в Конституции, которые россияне хотят нанести, повлияло коренным образом на улучшение их жизни, для этого суд должен быть выше, чем даже президент страны. А у нас это не так. Еще раз, россияне хотят, чтобы в Конституцию вносили поправки о пенсионном возрасте мужчин в 60 лет, женщин в 55 лет. Вот я за это. Вот это действительно можно сделать. И внести такие поправки в Конституцию. Но здесь возникает, ну, а если все-таки реально вот пенсионный фонд ходит сейчас в слухе, а если все-таки реально он разворован, то есть он реально уже разворован. И деньги пенсионного фонда Путин потратил на ракеты, которые вы видели в начале программы. И откуда тогда возникает вопрос брать деньги для выхода на пенсию с возраста от 55 лет? Вот вопрос. То есть с этим надо подумать откуда брать деньги на то, чтобы закрепить в Конституцию, как хотят россияне, выход на пенсию в возрасте 55 лет. Еще россияне хотят внести в Конституцию вновь смертную казнь. Но в условиях, когда суд зависим в России ответ может просто за репосты накинуть реальный строк, то введение смертной казни в таких условиях это реально опасно для самих граждан. Еще россияне хотят ввести контроль за ценами. Тут отчасти есть свои резоны, однако у нас рыночная экономика и ценами надо бороться на рыночном основе, а не регулировать жестко. Надо поддерживать мелких продавцов на рынках, а не эти гигантские ашаны и пятерочки. Сейчас же у нас рынки сносят в угоду как раз ашанам, пятерочкам и магнитам. Еще россияне хотят больше свобод. Тут кстати в конституции все это давно прописано. Но тем не менее власть так как она не уважает конституцию, так как у нас нет ответственности властей за нарушение конституционных норм пунктов конституции, то в итоге митинги хоть у нас в конституции разрешены, но на самом деле де-факто строго настрого запрещены. А все те, кто собирается рискуют попасть под дубинки Росгвардии. Еще россияне хотят чтобы были такие изменения в конституцию чтобы не допускать низкие пенсии и высокие цены. Но это согласитесь утопия. Также россияне хотят внести в конституцию ограничить президентский срок. Не более двух вообще, а для членов Госдумы и Совета Федерации не более четырех созывов или лет. ну что ж у нас уже это вот самое то, что вот действительно что доктор прописал, что надо сделать и что работало бы в нужном русле, только у нас давно уже нет президента Российской Федерации как такового. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев с 2008 по 2012 был президентом, а Путин Владимир Владимирович с 2012 и по сей день у нас не президент, у нас он царь государь. И он будет править, пока его не снесут, либо пока он не уйдет сам ногами вперед из Кремля. Царю и боярам из Госдумы Совета Федерации от всякие ограничения и как раз таки мешают, они не будут вводить ограничения сами на себя. Здесь не конституция виновата, здесь не конституция плоха, здесь виновата общество, которое привыкло раболеть перед царем и ничего за себя не решать. Еще россияне хотят отказаться от иностранного влияния в банковской системе. Банковский сектор сейчас это высокотехнологический сегмент бизнеса. Вот до недавнего времени банковская карта в России была иностранного производства. Не потому, что коварные пиндосы решили поставить на колено банковский сектор России в кавычках, а потому, что наших карт с нашим чипом не было. Теперь да, есть система Мир, но система которая принимает карту Мир через эквариум так называемый все равно западного образца. Так что тут так как в России нет технологий, ну они появляются не в таком масштабе как на западе вот это высокотехнологический бизнес вынужден рыболеть перед западом потому, что у них самые передовые технологии, причем у них не просто самые передовые технологии, а которые массово внедрены в тот или иной бизнес. Причем они чрезвычайно более удобны, чем российского образца. Карта виза и карта мастеркард намного тоньше, чем карта мир. Вот к примеру, то есть чтобы банковский сектор был независимый от всемирной банковской системы нашей, то конечно же должны в России появляться супертехнологии, причем не просто технологии, как технологии, они должны внедряться, 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 внедряться. Вот карту мира разработали, теперь надо разработать вот эти устройства, в которых карту ты втыкаешь, или которые прислоняешь. Ну, а потом и т.д. и т.п. Они то, так карту сделали, и все, и на от... и на... и все, и пошли нахрен. Нет, такого не надо. Технологии в России к сожалению отстали от Запада. Ну, и подытоживая по поводу Конституции и то, что хотят поменять. Россияне от Конституции хотят некой утопии, неких так называемых утопических поправок. Но ломать не строить. Не заведет ли новые поправки в Конституцию к еще большему беззаконию и насилию и беспределу силовиков в России, чем сейчас? Ведь всегда может быть хуже, а не лучше. Но данная статья, как вы понимаете, приурочена ко дню Конституции России, который отмечался на этой неделе. так что всех вас с праздником, с днем Конституции. Она такая, какая она у нас есть. И другой, пока не мере, в ближайшем будущем быть не будет. На этом все. Пока, пока.